Добрый день! Я же закинул удочку. Говорить мы сегодня будем о математике, о том, как преподают ее в школе и не только. В гостях у нас сегодня доктор физико-математических наук, ректор университета Дмитрия Пожарского, профессор Московского физико-технического института Алексей Саватеев. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо огромное! Куда надо говорить, чтобы меня... На нас, смотрите! Микрофон! Здравствуйте! Что интересно, вы популяризатор математики среди детей и взрослых. Да, это... Это так. Я так себя обычно представляю людям, которые не интересуются особо настоящей наукой. Я говорю, что в первую очередь я популяризатор математики среди детей и взрослых. А дальше все эти титулы. Среди детей понятно, в какой форме это может происходить и так далее. А вот что касается взрослых, как вы их обучаете, как вы популяризируете науку? Лиза, привет! Среди детей, на самом деле, я совершенно это не так делаю, как можно подумать. Прежде чем Алексей ответить на вопрос, я хочу сказать, мы вот за кадром уже начали общаться, и я сказал, что я чистый гуманитарий. И я могу сказать, что 10-11 класс, я настолько стал уже гуманитарием, что меня даже к доске не вызывали. Если была контрольная, мне позволяли списывать, потому что знали, что я сидите... Ты хочешь, чтобы тебя сейчас популяризировали для себя математику? Конечно, естественно, если у нас популяризатор математики находится в гостях, конечно же, может быть, вдруг я увлекусь. Ну вдруг, бывает же такое. Вот, это так я немножечко ставлю задачу как раз относительно взрослых. Мы начнем со взрослых или с детей? Давайте со взрослых. Со взрослых. Да, интересно. Значит, про взрослых я могу сказать следующее. Начиналось все давно. Я закончил после МИХМАТа МГУ российскую экономическую школу. Вообще, я закончил три места, которые называются в Москве стандартным набором. Что такое стандартный набор? Школа номер 57, МИХМАТ МГУ, российская экономическая школа. Человек 100 примерно прошли через этот стандартный набор. Вот. Ну и это означает, что после того, как я стал математиком, ну, по крайней мере, по профессии, меня заинтересовало, что такое экономика, ну, по крайней мере, отдаленно. Я попытался это понять, закончил российскую экономическую школу, узнал еще много разной математики и немножко про экономику. И после этого такая пора была очень веселая. Мы занимались просвещением преподавателей экономики по всей стране. Мы ездили в разные города, самые далекие и, так сказать... Отдаленные уголки, да? Ну да, 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 да. И мы там семинар проводили, так сказать, по современным методам исследования экономики. Но дело в том, что современные методы исследования экономики — это методы математические. И примерно через пять минут оказывалось, что там преподавательницы обычно там тетеньки среднего возраста. Они вообще не знают математики. Не знают математики. И в зуб ногой вообще, да. И как бы вся вот эта популяризация фактически сводилась... К обучению. К обучению математики. Экономика шла лесом. Ну и как бы в какой-то момент у меня возникла мысль, что почему только, собственно, преподаватели экономики? Они такие же гуманитарии, как все остальные. Ах, вон оно что. Почему нельзя учить просто любого гуманитария математики? Тем более были эффекты очень интересные. Первые два дня обычно никто не врубался вообще, что происходит реально, что творится. А потом очень сильное расслоение начиналось на тех, кто мог бы, грубо говоря, вполне заниматься математикой успешно. А кто-то сразу же засыпал. А кто-то не мог ничего понять, действительно, совсем. И вот я понимаю, что те, кто мог, их просто... Их на самом деле... Вовремя не заметили и не отдали в правильные руки. Не заметили. У них был, видимо, плохой учитель. Или они потеряли интерес к тому моменту, когда у них был хороший учитель. Что-то случилось, и не случилась вот этой встречи, как и у тебя. У меня, я могу сразу сказать, я болел, значит, в конце болезни я пошел в детский мир, проколол ухо себе. Вышел после болезни. У нас сменился математик Андрей Петрович. Привет вам, если вы меня слышите. И он сказал, что? Да ты ж ты... Вот ты ухо проколол... Я говорю, так я вообще вот здесь на первой парте сижу. Он говорит, да, с проколотым ухом иди вот туда, на Камчатку. И все! И после этого все! Как отрезало! Вот смотрите, а в какой форме... Да, я понял, не сложились личные отношения. Вообще нет. В какой форме... Хотя и с проколотым ухом, и без проколотого можно вспомнить математику. Конечно, однозначно. Скажите, Алексей, в какой форме вы преподносите эту информацию? То есть как вот можно заинтересовать взрослых? И для чего? Да, действительно, как. Какой стимул? Стимул, значит, я не буду говорить, какой стимул, но я могу сказать вообще, в принципе, как это делается. Рисуется что-то понятное наглядно. Вот какая-то геометрическая задача, как правило. Или задача совершенной жизни, над которой можно, ну вот, задуматься, да? И ты понимаешь, что ты не знаешь ответа. Ты не можешь сразу сказать ответ, хотя задача абсолютно жизненная. Пример хотите? Хотим. Хотим, конечно. Ученик сбегает с урока. Так. Это про тебя. Так. Не, не, я не сбегал. Не сбегал. Я просто на Камчатке сидел. Ты на Камчатке сидел. Ну, вот предположим, что ты сбежал. На самом деле я однажды сбежал. Хорошо, ладно. С одного урока через окно. Я выпрыгнул в окно. И когда меня позвали к доске, то учительница говорит, ну, я не помню, как зовут, Мария Ивановна, Саватеев вышел. Она говорит, что вы мне говорите, куда он вышел? Я же здесь стою у доски, что вы мне голову морочите? Мария Ивановна, он вышел через окно. Ой. Ну, вот была такая история. Значит, а вот теперь, пожалуйста, задача. Так. Пошел в бассейн. И плавает там, в круглом бассейне. Ага. Плавает. И к нему, да, ну, учитель обнаружил его в этом бассейне. Он, значит, провел исследование, нашел его в бассейне и говорит, ну, ладно, я сейчас тебя влеплю. В наше время еще вполне телесные наказания применялись, за это ничего не было учителям. Вот. И он с розгами стоит около бассейна. Ну, только, только вылези, я тебе всыплю. А ученик говорит, а-а-а, ничего не выйдет, я сейчас вылезу там, где тебя не будет. Ага. И убегу. Дано. По земле ученик бегает быстрее, учителя, ну, это очевидно. Да. Учитель в воду не полезет. Мне при слове «дано» уже... Ну, ничего, ничего, это как бы данная задача, да? Да, да. И еще «дано». Исходное. Дано, исходное «дано», что ученик плавает в четыре раза медленнее, чем учитель бегает. Ага. А во сколько раз ученик быстрее бегает? Ну, просто быстрее. А просто быстрее. Это не важно, просто убежит. Если... Ага. То есть вопрос в том, чтобы учитель оказался ровно там, где он вылезает. Если хотя бы чуть-чуть в другом месте, ученик уже спасся. Понятно. Вопрос. Кто в этой игре выиграет, ученик или учитель? Сможет ли ученик так правильно плавать, как бы вот, чтобы в результате, как бы не действовал учитель, его обмануть и вылезти там, где его не будет? Или учитель сможет его поймать, как бы он там не плавал? Это сложная задача. Это сложная задача. Действительно сложная. Но она из жизни. Давайте пописим паузу, чтобы наши слушатели могли подключиться, потому что в нашей группе «Страна.фм» ВКонтакте» уже есть специальный пост, где вы можете задавать вопросы нашему гостю. И также давать ответы. И также давать ответы на задачу. Мы прервём сейчас на коротенькую песню и вернёмся, и будем задачу решать, продолжать разговаривать с нашими гостями. Оставайтесь с нами. Доктор физико-математических наук, ректор университета Дмитрия Пожарского, Алексей Саватеев у нас сегодня в гостях. И что самое главное, популяризатор математики среди детей и взрослых. И Алексей задал нам условия задачи. Я хочу сказать, что все испугались, и никто даже не написал. Кто быстрее... Или все до сих пор решают? Ха! А знаете, где эта задача была? Подождите, подождите, вопрос. Кто быстрее? Да, ученик или учитель. Ученик или учитель? Да, и вот сейчас вы нам... Кто выиграет? Ответ. Выиграет ученик. Вот почему? И вот почему, да. А потом я расскажу, откуда эта задача взялась. Так. И вообще про историю. Хорошо. Сначала почему? Почему? Значит, если вы попытаетесь топорно решить задачу, взяв из центра курс в противоположную сторону от учителя... Но не обязательно же по центру стоит ученик, правильно? Ну, допустим, он может прийти в центр. Это без проблем, да? Вот он пришел в центр. И если он теперь от учителя стартанет в противоположную сторону, он не успеет. Не успеет. Потому что ему надо пройти радиус, учителю пи радиусов, где пи это примерно 3,14 сотых, а учитель в 4 раза быстрее. То есть он пройдет эти пи радиусы все-таки быстрее, чем ученик проплывет. И он будет его ждать с розгами. Так. Но! Можно сделать вот что. Это я придумал в 7 классе, это задача на Олимпиаде Московской. Так. Значит, она чуть-чуть видоизменена была, но это не важно. Значит, нужно сделать следующее. Нужно вокруг центра провести кружочек радиуса в 4 раза меньший. 4 и еще капельку, капельку, капельку. И теперь вспомнить, что такое угловая скорость. Я надеюсь, что те, кто сейчас нас слушают, это немножко помнят. Что такое угловая скорость. То есть сколько градусов угла проходит в секунду. Так вот, угловая скорость ученика по этой маленькой окружности окажется больше, чем угловая скорость учителя по большой. Потому что мы уменьшили в 4 раза окружность. Ну и, соответственно, вот эти 4 раза разницы, они полностью погашены. То есть ученик угол меняет быстрее, чем учитель. А значит, ученик может оказаться на противоположной от учителя стороне вот этой маленькой окружности. А вот отсюда уже 3 четверти радиуса. И он успевает быстрее, потому что пи больше 3. Понятно. Ну вот, опять-таки, сейчас в объяснении этой задачи прозвучала какая-то вводная, которая не указана. Да, правильно? Вот я просто заметил. Раз, у меня ухо-то оно наметано. Ну, смотри, что пи надо знать, что такое. Нет, нет, не пи. Ну, допустим, а еще вводная. Может быть, ученик купается не в бассейне с водой. А с нефтью. Не важно. Ну, то есть какая-то другая жидкость, сопротивление, которое тоже должно учитываться по идее. Важна только скорость. Ну, как же. Больше ничего. Если дана скорость, в которой он плавает, то если она в 4 раза меньше, то все хорошо. Дана тебе скорость уже, значит, уже определенно. Какая жидкость, да? Хоть там, я извиняюсь, эти нечистоты. Ну, все равно. В нечистотах, мне кажется, медленнее все плавают. Мы хотим напомнить нашим зрителям и слушателям, что они могут задавать вопросы групп ВКонтакте «Страна ФМ», а также WhatsApp, Viber, SMS 909-928-189, пишите. Что касается популяризации математики, все Алексей, я думаю, прокомментирует с огромным удовольствием. Вот на вас я смотрю, думаю, мне бы такого учителя по математике, хотя у меня было очень хорошее. Ну что, давайте послушаем важную, нужную рекламу и скоро к вам вернемся, друзья, оставайтесь с нами. Добрый день, телерадиоканал «Страна ФМ» продолжает свою работу. Сегодня мы говорим о математике. В гостях у нас сегодня доктор физико-математических наук, ректор университета Дмитрия Пожарского, Алексей Саватеев. И, Алексей, сегодня, насколько нам известно, в 16.00, ой, не в 16.00, в 19.00, простите, да, состоится лекция. Да. Вот что там будет? Значит, будет лекция. Я приглашаю всех слушателей. И зрителей. Всех зрителей, да. Вход свободный. Это метро Преображенская площадь, выход из первого вагона, в переходе направо. Нет, вы скажите, где это? На улицу Российская государственная библиотека для молодежи, сразу перед входом в это метро будет. Очень классная, кстати. Да. Очень такая модернизированная, инновационная уже. Я в том районе вырос недалеко оттуда. Вот, поэтому это такой как бы... И что там будет? Какая лекция? Математика вокруг нас, двоеточие, фак. Фак в смысле Frequently Asked Questions, а не то, что все говорят. Я уже прочитал у вас в ЖЖ. Фак, да. Я вообще большой хулиган, я признаюсь. Но не фак. Вот так вот написал Алексей. Математика вокруг нас. Ага. То есть я расскажу про несколько совершенно жизненных сюжетов, которые легко решаются с помощью совсем несложной математики. Это чисто завлекаловка. То есть если вот как бы это понравится, можно читать какие-нибудь книги, уже вводящие, ну, в курс. Вот, например, у меня есть книга «Математика для гуманитариев. Живые лекции». Начинается она очень безобидно. Вот, вот это всех гуманитариев и распугивает. А заканчивается очень безобидно. Математика в начальной школе начинается очень безобидно. Да, дальше уровень растет, но никаких предварительных знаний не требуется. Можно открыть и читать. Правда, лучше с ручкой в руках. Я вот какой вопрос, подожди, Лиза, прежде чем ты продолжишь, хочу задать. Я хочу нашим слушателям и зрителям, на самом деле, которые не настолько знакомы с нашим гостем, как я, который готовился к эфиру. Я могу сказать, что у Алексея Саватеева была возможность не стать математиком. Потому что Алексей Саватеев в детстве играл на аккордеоне. Было. Недаром он на музыкальную станцию пришел. Было, играл. Насколько вообще, в принципе, серьезно? Нет, не очень. Когда играл, играл очень хорошо. Так. Импровизировал там, не готовился к концерту в школе родной. Так. Но я понял, когда мне было 10 лет, что для того, чтобы стать музыкантом, нужно много раз репетировать одно и то же. Однозначно. А в математике не нужно. То есть там постоянно новизна есть, да? Нет рутины. Совершенно верно. Вот чего нет математики, когда рутины, ничего не выйдет. Ничего не выйдет, да? Я просто не знаю, честно говоря, у меня сердце кровью обливается. Мне так хочется снова сыграть. Я же еще в переходах играл. Правда, уже на гитаре. А, вот! Я мог не стать математиком. Я играл со шляпой. И я мечтал, вот, может, на пенсии, я сяду с аккордеончиком. Сейчас БГ иногда в переходе играл. Математика и наука с музыкой как-то связаны? Ну, я бы сказал так, что математика и музыка – вещи совершенно одного порядка. То есть это искусство. На этом точка, многоточие. А потом мы продолжим вот с этого момента и начнем. Что у нас дальше по курсу? Музыка. Да, музыка. Ну, хорошо, ладно. Да, оставайтесь с нами. Послушаем, посмотрим. Первый и единственный в России. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Рубрика «Наука и технологии». Прямо сейчас в эфире телерадиоканал «Страна-ФМ». Лиза Калинина, Никита Некрасов по-прежнему здесь. И у нас прекрасный, замечательный гость. И как сам этот гость настаивает, мы представим его следующим образом. Популяризатор математики. Алексей Саватеев, правильно? Да, совершенно верно. А все регалии, да. Регалии потом. Я в конце посвятим отдельно 5-минутка регалии у нас будет. Зачитываем список. Люди выключат, на другое переключат. Нет, они заинтересуются математикой. Сейчас все профессора, все ведущие сотрудники, это все не имеет значения никакого. Ну, что такое? Имеет определенное, но на самом деле как бы нужно разбираться, потому что сейчас очень много. Это раньше там было 300 профессоров на всю русскую империю. А сейчас, извините, уже даже академиков сильно больше. Я думаю, что люди заинтересуются и захотят услышать. Все регалии целиком. Даже без сокращений, даже без невыговариваний. А я их не вспомню все. А у меня записано все. Все проще. У вас одна из книг, как вы уже сказали. У меня единственная книга. Ну да, единственная книга. У меня есть авторство в еще одной книге, но там я три страницы написал. В общем, одна из тем, которые вы популяризируете, как гуманитариям полюбить математику. Да, да. И я привел вот пример. И что, есть уже результаты? Полюбили? Ну, значит, я могу сказать следующее. Я думаю, что книга эта является записью курса лекций из 9, 5 в 1 году в 2013 и 4 в 2014, которые так назывались «Математика для гуманитариев». Они были вечерними курсами университета Дмитрия Пожарского, где я сейчас ректор. Посещаемость была огромной. Просто огромной. И я, честно говоря, был удивлен. Мне когда спрашивали, кому это нужно... Здорово. Я говорил, я не знаю, кому это нужно, но очень многим. То есть, как бы, я изначально не знал, кому это может быть нужно. Но я объявил, и пришло очень много народу. Значит, мне сказали, почему этим гуманитариям вообще нужна твоя математика? Я сказал, я этого тоже не знаю. Ну, а почему я должен вообще думать о том, нужна... Я могу ответить на этот вопрос. Если она была бы не нужна, они бы не пришли. А если пришли, зачем мне думать о том, почему она им нужна? Это да, естественно. Она красива, наверное, им нравится красота математики, как и мне. Ну, просто разница как в начальном уровне. Нет, вот я как гуманитарий могу ответить на этот вопрос. Тогда отвечай. Гуманитарии, ну, по факту состоявшиеся в какой-то области люди, им всегда чего-то не хватает. Ну, всегда. Молодцы. Люди стремятся к... Это молодцы. ...по постижению каких-то новых вещей. А я, кстати, это чувствовал. Вот, и поэтому люди, естественно, стремятся... Когда я технорям веду математику, я это не люблю делать, на самом деле. Да, во что? Потому что технори все всегда знают. И уверены всегда, да? Алексей, а как все-таки практически вот это применить? И вот у меня сразу руки опускаются. Вот как мне говорят там про практику или про деньги особенно. Все, деньги, все. Я вообще не хочу ничего слышать про деньги. А про практику, ну так, ну, можно послушать. Ну, что практика? Вон самолеты летают, ракеты. Приведите еще какой-нибудь пример. Вот чем вы цепляете гуманитариев? Вот когда гуманитариев, они не задают таких вопросов. Вот не задают. И это мне нравится. У них глаза горят часто. Вот им интересно, правда интересно, как так вышло. Вот эти прямые здесь там провел, эти здесь провел. Три точки пересечения на одной прямой лежат. Вот это да. И в этом мы близки. Вот с музыкой, с искусством, математика близка. Мы начали говорить про детей. Потому что она сама по себе, она сама по себе живет и никому ничего не должна. Про детей. Леш, про детей. Важно про детей, потому что про детей нас спрашивают. Нас спрашивают. Привет. Задача для Алексея. Когда я учу уроки с ребенком, ну, конечно, это шуточный вопрос, и решаем примерно такие задачи, как вы сейчас загадали, мы вместе с ребенком решаем три часа, потом ребенок ложится спать. Вопрос. Во сколько ложусь я, решая такие задачи? Пять утра. Нет, это понятно, что такое ответ. И я к чему вообще, в принципе, зачитал этот вопрос? К тому, что... Под текст. Да, к тому, чтобы вообще, в принципе, понять, может быть, даже родителям, тем родителям, которые нас сейчас слушают, каким образом ребенка можно заинтересовать математикой. Чтобы он ответственен был за свои задачи, а не родители дарили. Во-первых, дайте читать книгу вот эту мою. Я дал своему старшему. Так. Ему 13. Я поехал после этого на Байкал. Он там был в своем лагере некоторым. Меня бомбардировал СМСами. Пап, ну вот я это не могу понять. Пап, а здесь что? Это была четвертая лекция. Это сотая страница была. Сейчас я приеду, вернусь, все объясню. А сын мучается. Папа СМС, а все, как бы, то есть детям будет интересно, просто действительно будет интересно ее читать и понимать. Но прежде моей книги есть еще лекции в интернете, открытые. На usdp.ru, это сайт нашего университета, usdp.ru, 100 уроков математики. Если вы не записали... usdp, это университет Дмитрия Божарского. Ну, в принципе, если вы не записали, вы просто набираете 100 уроков математики, даже без моей фамилии. Я, кстати, это первая ссылка, которая... Которая выскакивает. Да, которая выскакивает, да, в любом поисковике. Значит, что это такое? Теперь я объясняю, что это такое. Значит, смотрите. Обычная математика в школе на очень большой процент состоит из зубрежки, которая малоосмысленна. Она потом все равно забывается. Ну, все равно формулы же какие-то надо знать. Вроде как эти формулы нужно знать, но тем, кто будет с ними работать. Да, мне-то напомнили 6 синус, я чуть в обморок не упал. Тем, кто не будет работать с этими формулами, нужно понимать просто некий культурный минимум математики. Это не то, как преобразовать длинное выражение, а культурный минимум, что такое синус хотя бы. Просто нужно понимать, что такое синус и косинус. Это проекции точки окружности. Проекция на ось Х называется косинусом, проекция на ось У называется синусом. Все. Синусом чего? Угла, который вы отложили по окружности. Или, если в радианах, значит расстояние, которое вы прошли. Да. И все. Больше ничего. Вы сама разговариваете, вы не говорите? Я все понимаю. Вот. Вот этот культурный минимум про все. Нужно понимать, что такое многочлен, что это означает. Это не абстрактное выражение, а это там некий закон, в который можно подставить разные числа и получить результат. Да. Вот это надо понимать. Это после школы у человека мозаика. Он, ну как бы, он может на ЕГЭС настроиться, сдать и забыть. Да. Так делает, к сожалению, большая часть учеников. Действительно большая. Это правда. И по всем предметам, не только в математике это касается. Это беда нашего времени. Это не беда реформаторов. Они там, на самом деле, пытаются что-то исправить, но всегда неуклюжи, потому что здесь нет решения. Сейчас у человека, у него безумное количество лишней информации. У него вот это вот... Много разных данных. Вот этот прибор. А, гаджет. Смартфон. Да, вот. У меня его нет. Ну, жена, правда, завела, потому что он немножко нашей семье нужен, но как бы вот я не могу, я не хочу с ним общаться. Почему? Потому что... Потому что я не хочу быть все время онлайн. Я понял, кстати, это из живого журнала, потому что там была фраза «Во всех 100 граммах делайте репосты». Ну да, я... Сразу же понял, что у этого человека Инстаграма нету. Вот даже Инстаграм заменил на 100, на число, понимаешь? Что значит математика? Нет, ну просто у меня сразу, как меня говорят, Инстаграм. Я сразу слышу 100 грамм. Ну я когда-то очень любил это дело, а теперь завязал. Инстаграм. Совершенно завязал, да. И как бы я, ну так и воспоминаю, у меня, ну как, на 100 грамм, да? Да. Помню, где-то там в прошлой жизни были 100 грамм. Да. Ну вот, так вот, что я хочу сказать про математику. Я хочу, чтобы дети вот этот культурный минимум получали, но при этом, если они пойдут в мат-класс, смогут пробиться, они получат сильно больше культурного минимума, конечно, они получат серьезное понимание математики и замечательно. Этот 1%, который попал в мат-классы, ну прекрасно, они будут там биться, они будут в боевом лидере, там, в этом, в боевом авангарде российской математики, как науки. Прекрасно, но 10% детей могли бы понять этот культурный минимум достаточно глубоко, но они не могут, потому что они не в мат-классе, они в него не попали, они слабее, чем мат-класс. Уже, да. Но они гораздо сильнее своих сверстников, которые ничего это вообще не хотят видеть. Мы сейчас прервемся, у нас как раз поют дети. Мы как бы детей послушаем, да, которые математику точно не знают, потому что они поют, они все время и на танцы, и на песни тратят. Ну я потом объясню. Затем вернемся, да, оставайтесь с нами. И мы им все объясним сейчас. Свери радиоканал. Страна ЭП. Один на всю страну. Так точно, один на всю страну и одна на всю страну. Рубрика «Наука и технологии». Мы общаемся с Алексеем Сватеевым, это популяризатор математики. Очень интересный разговор, жалко, что это наш последний выход в эфир в этом часе. Короткий, так что да, слово Алексею. Да. Продолжаем мы говорить о том, вот восприятие детское, школьное попало, не попало в мат-класс. По моим представлениям, около 10% школьников недостаточно сильны, чтобы попасть в какой-нибудь сильнейший из классов. Математических. Да, математических. И достаточно сильны, чтобы понять культурный минимум математики. И для них я разработал эти 100 уроков. Я их отчитываю. Как раз примерно на таких детях в Филипповской школе в Москве. У меня уже было 66 уроков. Будет, соответственно, постепенно, это год от года. Это довольно длинный проект. Это 3 года уже длится, еще будет где-то около 2. Как бы 100 уроков закончится через 2 года. Но сейчас появилось довольно много народу, кто хочет меня записать на хорошей технике. Филипповская это примерочки. Ну там доска неплохая, но там нет средств, чтобы вот именно человек стоял и записывал все время. Взялся качественные видеоуроки такие хорошие. Врубают видосы, и он идет. И понятно, что я иногда покидаю. Ну, в общем, качество не то, но это откатка. Дальше мы сядем, как бы нормально, вот конкретно я выделю какое-то время, и мы их запишем хорошо. Мы уже начали, на самом деле, на студии «Дети и наука» этим заниматься в лице интеллектуалов. И мы это будем добивать. Я пока жив, я буду этим заниматься. Я хочу эту программу откатать, чтобы она осталась человечеством навсегда. То есть русскоязычное человечество будет иметь 100 уроков математики. Это культурный минимум. Это введение в теорию групп, делимость остатки, все, что связано с ними, всякие знаменитые уравнения, типа там уравнения фирма при маленьких показателях. Это геометрия, включая классификацию движений плоскости, такие вещи. Перестановки. Минимальные сведения о том, какие преобразования плоскости бывают. Ну, то есть, как бы, это вот то, с чего на самом деле большая математика стартует. Но чего в школе, как бы, считайте, что в школе, вот, мат-класс это отдельно, там, естественно, все это все изучают и сильно больше. А в обычной школе, ну, зачем грузить деток вот этим всем? Давайте мы вызубрим, они сто раз решат квадратное уравнение сто раз, чтобы, ну, узнать вот эту ерунду, которую сейчас можно... Дискриминант. Да, справочники или там... Все, по-другому, Марк. А если ты сильнее, чем этот уровень, но не дотягиваешь до мат-классов, что тебе дают? Всякую развлекуху. Задачки, как расколоть эти два ореха одним молотком. Ну, это тоже, это ерунда на самом деле, это не математика, это... Это КВН, это КВН, да, это не математика вообще ни разу. Математика, это все-таки, вот, есть некое здание, которое построено веками. В школе можно к нему прикоснуться. Моя идея, это чтобы 10% учеников могли к нему прикоснуться. Точка. И это будет, в свободном доступе будет. У меня из этого, исходя вопрос, есть ли какой-то компактный совет родителям, компактный, вот, каким образом... Берете 100 уроков и смотрите, даже в том качестве, в котором сейчас они есть. Да, это правда, вот, великвест. Никаких проблем. Можно разглядеть, можно пересмотреть, если плохо видно, там еще... Хорошо, а если ребенок такой, как я, с которым мама во втором классе решала уравнение через Х, хотя я вообще слыхом не слыхивал, что такое Х, и задачи были про помидоры и яблоки, вот этому ребенку, у которого уже отношение к математике испорчено, и он говорит, да не хочу я эти 100 уроков смотреть. И слушать, и читать не буду. Это вопрос к психологам, я тут ни при чем. Ну это правда, согласна. Нет, я не могу там, человека, который не хочет заниматься, я заставить заниматься не могу. Ну да, здесь желание ведь главное. Я занимаюсь с теми... Кто хочет. Кто хочет, да, я когда прихожу, вот я еду, например, меня приглашает в какой-нибудь город. Это очень часто бывает, я постоянно езжу. Я говорю, значит, главное не сгонять. Вот так вот, хороший лицей, хороший, хороший. Так, вы собираетесь школьников согнать, да? Ну да, Алексей, наверное, мы сгоним. Ну, в общем, нам-то надо, чтобы побольше народу пришло. Я говорю, ребят, желательно этого не делать. Если можно, пожалуйста, сделайте вход к добровольному. Ну, а если нельзя, бывает так, что, ну, как бы для чего-то надо, ну и вообще, чтобы много народу было. Хорошо, тогда... Вот вы знаете, кто у вас нормальный. Посадите их вперед, пожалуйста. Остальные заставьте молчать, задайте. Я буду их как фон воспринимать, а говорить буду вот с этими. Кто хочет. То есть желание в первую очередь. Да, и я не доктор вам, извините, я никакой, я ни разу не умею прививать любовь к математике. Мне столько об этом пишут, Алексей, как бы вы привили моему ребенку любовь к математике. Никак, ребят, извините, я этим не занимаюсь. Да и зачем? Ну, как зачем? Может быть, это не нужно, но я это не делаю и не умею, и не знаю, возможно ли это. Но не ошибка ли это многих школ, особенно с углубленным изучением математики, что очень такая суровая и строгая там атмосфера в отношении математики? Да, сейчас никакой нет строгой, это раньше было так. Да? Сейчас вообще везде там траляля и тру-лю-лю, там всякая... Ерунда какая-то. У нас, кстати, буквально 30 секунд, давайте напомним, что сегодня на Преображенской площади состоится ваша бесплатная лекция в молодежной библиотеке. Да, это будет называться презентация книги как раз, но она будет проходить в форме лекции математика вокруг нас, Frequently Asked Questions. Класс. Вы так назвали, это вы издательство так решило. Друзья, мы всех приглашаем сегодня именно в молодежную библиотеку, в Преображенскую площадь, а я хочу сказать от себя, как жаль, что у меня не было учителя по математике такого, как Алексей Саватий. А еще по куче городам, следите за новостями, я еду по куче городам, сейчас буквально там 10 городов. Доктор физико-математических наук, популяризатор науки Алексей Саватеев был у нас сегодня в научно-технологии. До свидания. Спасибо большое.